О самых важных событиях Украины и мира мы говорим прямо сейчас, это новости. В прямом эфире «Добрый вечер», вот коротко о самом главном, к этому часу. Ситуация с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений. Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где встретился с польским коллегой Анжием Дудой. Что еще обсуждали за закрытыми дверьми? Джо Байден год на посту президента США. Что пообещал, что сделал на посту главы государства и чем помог Украине? США готовы поддерживать Украину в противодействии экономическим и политическим вызовам, которые возникли из-за эскалации РФ, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулева. Какую помощь предоставят Соединенные Штаты и когда? Ровно семь лет назад завершились бои за Донецкий аэропорт. Наши войны держали оборону целых 242 дня. Как чтили память героев сегодня в Украине? Вопрос безопасности и сдерживания российской агрессии – это главная тема, которую в эти минуты обсуждают президенты Украины и Польши. Встреча началась еще в 15 часов по Киеву и продолжается до сих пор. Анжей Дуда и Владимир Зеленский общаются тет-а-тет в резиденции Висла. В канцелярии президента Польши отметили, что переговоры двух лидеров, вероятно, будут продолжаться до позднего вечера и даже завтра. Незначительных агрессий и маленьких народов не бывает. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывания своего американского коллеги Джо Байдена во время пресс-конференции. Этот сказал, что Запад пока не знает, что делать, если будет незначительное вторжение России в Украину. Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы Украина. Владимир Зеленский, президент Украины, в Твиттер. Большую часть двухчасовой пресс-конференции американский президент Джо Байден посвятил Украине. В очередной раз он предостерег Москву от агрессии в отношении нашей страны и пригрозил серьезными последствиями для российской экономики. Байден опасается, что военный конфликт может стать глобальным. Николай Старков продолжит тему. Москва заплатит огромную цену за вторжение в Украину. Об этом заявил президент Джо Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине его пребывания на посту. При этом он допустил, что Путин все-таки может решиться на этот шаг. Во-первых, я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны. Во-вторых, думаю ли я, что он попытается проверить реакцию Запада, США и НАТО. Да, я думаю, он это сделает. Россия будет привлечена к ответственности за вторжение, и это будет зависеть от того, что именно она сделает. Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и мы будем решать, как на это реагировать. Это высказывание президента вызвало неоднозначную реакцию журналистов. Речь идет об опасении, что санкции США могут быть незначительными в случае менее масштабного наступления. Значит ли ваши слова, что незначительное вторжение не приведет к тем санкциям, о которых вы только что говорили? Это так прозвучало. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки была вынуждена внести ясность именно в это высказывание президента. По ее словам, ответ будет решительным даже в случае кибератак и других гибридных действий. Если хотя бы какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения, и оно будет встречено быстрым, жестким и сплоченным ответом со стороны Соединенных Штатов и наших союзников. Джен Псаки – пресс-секретарь Белого дома. Среди возможных мер против России называют отключение от всемирной платежной системы SWIFT, запрет для российских банков производить финансовые операции и ограничения касательно операций с российским госдолгом. Также, согласно зарегистрированному в Сенате новому проекту санкций, запретить могут и проект «Северный поток-2», пишет Вашингтон-Пост. Николай Старков, Новости Украины. Россия способна активизировать свои силы для военных действий против Украины в течение нескольких часов. Об этом заявил министр обороны Литви Арвидас Анушаускас в эфире литовского телеканала ЛРТ. По его словам, об этом свидетельствует быстрая подготовка Кремля к наступлению. Говорит, что Москва может реально осуществить его для активизации переговоров с Западом, тем самым показать, что с Россией нужно считаться и идти на уступки. Если в прошлом году мы могли наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов. Россия будет давить максимально, использовать все средства. Я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров. Это не новость в истории. Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы, в интервью литовскому каналу ЛРТ. А тем временем агентство Reuters опубликовало новые снимки скопления российских войск и техники возле украинской границы. Сделаны они со спутников Maxar Technologies. На них видно, что российские силы дислоцируются в четырех точках. Ближайшие из них, по информации агентства, находятся всего в 13 километрах от украинской границы. Продолжение следует... Мы готовы следить за тем, а про что будут говорить наши гости. До речи, будем говорить сегодня про регулирование цен, про то, что нападет Россия. И с кем мы, пожалуйста, будем все это говорить? Мы так сегодня много, на самом деле, будем обговорить хороших тем, людских тем, потому что это важливо. Давненько не говорили про то, что у нас происходит с продуктами харчевания. Вот такая таймница, пока нехай все глядячики подумают, який продукт харчевания... Доброе, я думаю, что его любят украинцы. Это единственный продукт, який, наоборот, не подорожчав, а ціна снизилась. Я думаю, что, если вы подождите эфир, вы узнаете, кто с нами будет. Народные депутаты, представители фракции «Слуга народу», сегодня будут представители фракции «Батьківщина». А сегодня будут политические эксперты, несколько будет из них, не буду им она называть. Навіщо? Знаете, почему? Потому что вы делучитеся, всех побачите. Кто еще с нами сегодня будет? Мы бы очень хотели бы видеть «Європейскую солидарность». Тим, я нагадаю, что мы принадлежно завжди ООНДО, покажите, пожалуйста, оператор, ось це останнее место мы принадлежно залишим для представителей «Європейской солидарности». Будем за любых чекать и обовязково надамо место, потому что мы за баланс думок. Ну что ж, за несколько минут будем начать. Лейла Мамедова. Олег Борисов, и это ТОП-шоу на телеканале ДОМ. Самое так. Ну что ж, коллеги, заинтриговали, будем ждать. Друзья, смотрите ТОП-шоу сразу после выпуска новостей. И напоминаю о YouTube-трансляции программы, где вы можете выразить свое мнение в чате во время прямого эфира, поэтому присоединяйтесь, мы ценим ваше мнение. Семь лет назад, 20 января, завершились бои за Донецкий аэропорт. Украинские бойцы держали оборону 242 дня. По разным данным, погибло более 200 защитников. В память всех, так, тех, кто навсегда остался в Донецком аэропорту имени Прокофьева, сегодня почтили президент Украины Владимир Зеленский, военнослужащие и родственники погибших. Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать ежегодно именно 20 января. В Министерстве обороны Украины подписали соответствующий приказ. Подробнее о героическом подвиге военных в материале Юлии Грановской. 13 января 2015-го уничтожен символ обороны аэропорта – диспетчерская башня. Незаконные вооруженные формирования переходят в наступление. Анатолий Сверид – один из тех киборгов, которые ехали на помощь защитникам аэропорта в последние дни ожесточенных боев за терминал. День проведений там – это все життя, бо постійні бои, холод, умови таки собі. Але ми же ехали знову таки, бо там наші брати, це наша земля, наш прапор там висить. Ми заїхали в терминал під ранок на 19 січня. І зразу були плотні обстріли, в тому числі і міномети. І зранку пішла газова атака. Потім в обід, десь під обід, був перший підрив. І на наступний день – остаточний підрив, коли було багато загиблих. Вовремя підрива воєнний потерял трех заслуживців із своєї роти, а сам був дважды ранен. Імеє в телі більше двох десятков осколков. На страшніше, коли помирають твої хлопці, тебе на руках, ти допомогти їм не можеш. Чтоб евакуїровать ранених, мужчина почав переговори з незаконними вооруженими формуваннями. В результаті на місяць попав в плен. Або мені застріляють на підході, або я піду, спробую домовитися, обміняти себе на тяжко поранених, щоб, Богу дякувати, і вийшло, і хлопці тяжко поранені вижили. Наступає період, коли ти знаходишся там, якийсь час, що тобі вже все одно, що з тобою буде. Я хлопців тих тренував, і я кинути їх не міг ніяк. І моя дружина сказала, якби ти пішов звідти, то я б тебе не зрозуміла. 242 дня воєнні добровольці, волонтери і медики держали оборону главного форпоста, продемонстрировав мужество і стойкость українського духа. Даже офіціальні дані о количестві погибших і ранених отличаються. По інформації генштаба, за час оборони аеропорта погиб 101 воєннослужащий. 404 получили ранення, 9 пропали без вісти. Среді героїв, чьи сердця перестали біться, 20 января 2015-го – Іван Зубков і Анатолій Чупілко. Йому виповнилося в вересні 2014 року, 40 років. Його не повинен були брати в армію, у нього четверо дітей, і його не призвали. Він сам добився, тому що він не міг сидіти вдома, якщо ворог топче нашу землю, вбивають дітей і жінок, він не міг бути вдома. Мій син був офіцер запасу, і як тільки почалася війна, з перших днів він пішов військомат і попросив, щоб його взяли добровольцем на війну. Він мені сказав, мама, почалася війна, я мушу йти захищати державу. Защитники Донецького аеропорта стали символом чести і стремлений українців к свободі і независимості. Юлия Грановська, Александр Бугай, Новости України. Атмосфера войны – це психологічне состояние. Оно огорчає нас, тому що ми являємося страною, яка має хороше відношення з обоими господарствами. Наша надежда состоїть в тому, щоб устроити встречу уважаємих Путина і Зеленського, обеспечити її з глазу на глаз, лицом к лицу. Реджеп Таїп Эрдоган, президент Турції. І к нашому ефіру присоединяється Рифат Чубаров, председатель Меджлиса крымсько-татарського народа. Рифат Ага, добрий вечер. Добрый вечер. Ми помним усилия турецкого президента, коли в 1917 году, благодаря його усилиям в Україну, вернулись Эльмиумеров і Ахтем Чайгос. На этот раз ваши прогнози касательно будущей возможной встречи Владимира Зеленського і Владимира Путина на фоне увеличення военного контингента РФ на границе с нашей страною. Честно говоря, я не могу прогнозировать каких-то позитивів от встречи президента України Владимира Зеленського непосредственно с президентом Российской Федерации, как вы сейчас спросили, Владимиром Путином. Я думаю, что такая встреча с точки зрения кардинального изменения наших взаимоотношений и в частности деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой области здесь ничего кардинального не изменится. Я могу допустить, что встречи, в котором будут участвовать и президент Украины Владимир Зеленский, и президент России, и в этих встречах будут руководители ведущих государств, в частности президент Соединенных Штатов Америки, некоторых других государств, может быть, и Турецкой республики, они могут принести больший результат, чем встреча с глазу на глаз. Еще крайне важное уточнение. Украинская власть неоднократно заявляет о желании решить вопросы безопасности дипломатическими усилиями. А как вы думаете, готова ли российская сторона к этому диалогу? Мне представляется, если мы сейчас говорим в контексте деоккупации Крыма, то мне представляется, что российская сторона вообще не готова к этому разговору. И Москва лишь демонстрирует, скажем так, возможность своего участия в предпереговорах, связанных по Донбассу. И мне представляется ситуация, которая бы привела Россию к разговору о уходе ее войск из Крыма. Такая ситуация еще не создана. И еще крайне важную информацию хотелось бы добавить непосредственно к нашему обсуждению. Как противостоять российской ассимиляции в оккупированном Крыму? Украинские политики, правозащитники, ученые обсудили возможность спасения культурного наследия на оккупированном полуострове непосредственно. Ведь Россия разрушает памятники архитектуры и уничтожает науку, историю и культуру, чтобы стереть крымско-татарскую и украинскую идентичность в оккупированном Крыму. Давайте посмотрим наш материал и обсудим. Россия уже 8 лет пытается стереть культурные связи Крыма и материковой части Украины. Осталось совсем немного времени, чтобы вскоре полуостров оказался колонизирован Россией во всех сферах. Бахчисарайский дворец, Херсонес-Таврический, Неаполь-Скиевский – это одни из многих объектов, которые формируют национальную идентичность Украины и являются всемирным достоянием человечества. Однако Россия прикрывается реставрацией и уничтожает культурное наследие. Проводит незаконные раскопки и вывозит с полуострова артефакты в свои музеи. Подводятся все факты. А для того, чтобы доказать это, нужно доказать, что не существует такого народа, как крымских татар, не существовало украинства в Крыму, поэтому уничтожается культурное наследие, поэтому оно изменяется, поэтому из термина «крымские татары» убирается слово «крымские» в научных отдельных исследованиях, а остаются только татары. Защитить исторические объекты Крыма и противодействовать России на территории полуострова довольно трудно, ведь Москва пренебрегает международным законодательством. Украина в этом вопросе регулярно информирует международное сообщество о преступлениях Кремля на полуострове. Один из путей добиться цели – это «крымская платформа». Но некоторые эксперты считают, главная проблема в том, что результаты работы общественных организаций, которые мониторят ситуацию на полуострове, не идут дальше, и они нуждаются в государственной поддержке, а украинское законодательство в изменениях. В законах, которыми руется Министерство культуры, прописано, что за культурно-спадщиной территории Автономной Республики Крым, отвечает орган выполнительной влады, соответствующий, Автономной Республики Крым, которых на сегодня не существует. То есть, за 8 лет, оккупации почти 8 лет, Министерство культуры так и не внесло изменений в главных законах. Поэтому перед Украиной важная цель – разработать единую стратегию действий по защите культурного наследия Крыма и наладить межотраслевое сотрудничество государственных органов, экспертов и общественных организаций. Милена Амеди, Максим Градобек, Новости Украины. Рифат Ага, хочу, учитывая сказанное выше, спросить у вас вот о чем. Как можно, благодаря именно Крымской платформе, которую мы упоминали, международному партнерству, добиваться ответственности России как юридической, так и финансовой по факту уничтожения нашего крымского наследия, о котором шла речь выше? Перед этим замечу, что в истории Крыма тотальное уничтожение его уникальности, этой территории, уникальной культуры Крыма не впервые. Так происходило после первой аннексии Крыма в 1783 году. И поэтому сейчас крымско-татарская диаспора составляет несколько миллионов человек, но они все проживают в других странах. Так происходило после 1944 года, когда советская власть тотально выселила весь народ, переименовала все названия. И теперь мы наблюдаем третий раз вот такое уничтожение. Россия превращает Крым в военную базу свою. На военной базе России не нужны люди, нелояльные к оккупантам. Крымских татар, как народ, этнических украинцев, Москва определила к нелояльному населению. И она все будет делать для того, чтобы вытеснить этих людей. А все, что связано с их историей, культурой, чтобы это максимально растворить, но, скажем так, в русской культуре, в русской истории для этого и совершается не только уничтожение, но и фальсификация истории и другие подобные процессы происходят в Крыму. Как предотвратить вот такое уничтожение культурных памятников, вытеснение коренного крымско-татарского народа, этнических украинцев? Мы можем предпринимать очень разные действия, в том числе и с помощью международного сообщества, но, возможно, в каких-то ситуациях мы минимизируем последствия. Но остановить эти разрушения, чтобы прекратились преследования, гонения людей, мы не в состоянии, пока не будет устранен главный фактор, который, вследствие которого и совершаются эти преступления, это фактор оккупации. И поэтому Крымская платформа, это мое глубочайшее убеждение, все свои усилия Крымская платформа, участники Крымской платформы должны направить на то, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права и освободить Крым. Я вам говорю огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру и нашли для нас время. Рефат Чубаров, председатель Меджлиса Крымско-татарского народа, был с нами на прямой связи. Как помочь предпринимателям Донецкой и Луганской областей в развитии бизнеса? Об этом вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила с предпринимателями во время визита в Краматорск. На встрече присутствовали бизнесмены с временно неподконтрольных территорий, которые с нуля начали свою деятельность на территории Украины. В частности, говорили об усовершенствовании государственной программы кредитования 5.7.9, которая, к сожалению, по словам предпринимателей, работает лишь частично. Вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что все проблемные вопросы, которые звучали во время встречи, будут подняты в кабинете министров. Мы говорим про стратегию экономичного развития, которая была принята в виде стратегии, а потом плану реализации на уровне кабинета министров. Но написать стратегию, принять и принять даже план – это одно. А реализовать на практике мы тут для того, чтобы щиро и відверто поговорить про то, что может стать поштовхом для развития территории. Как это сделать? И главное, как это сделать, какомога, швидше и эффективнейше. Мобильное подразделение «Щатбанка» обслуживает уже 7 населенных пунктов в Луганской области, а с этой пятницы добавится 8-й. Бронированный «Крас» приезжает по графику туда, откуда сложно добраться в райцентр и снять с карточки пенсию, заплатить за коммунальные услуги и получить перевод. Наша съемочная группа побывала в Трехизбинке и понаблюдала за работой банка на колесах. И теперь коллеги знают, популярна ли услуга среди населения. Далина Алексеевна в Трехизбинке прожила всю жизнь. До начала боевых действий в поселке проживало более 3000 человек. Теперь осталось чуть больше тысячи. В основном – пенсионеры. Сейчас населенный пункт расположен на линии соприкосновения. Последний обстрел здесь был в октябре прошлого года. Тогда незаконное вооруженное формирование выпустили в сторону поселка около 20 артиллерийских снарядов. Пять домов были повреждены, а более 200 – обесточены. Мария рассказывает, больно видеть, как поселок вымирает из-за постоянной опасности. Вот у нас где-то 800 человек – пенсионеров. Практически все пенсионеры, молодое население выехали. Автобус в райцентр ходит раз в день. И за билет нужно отдать 100 гривен. Из-за не очень удобного графика люди нанимают частный транспорт и платят по 200 гривен с человека, чтобы оперативно решить свои дела и вернуться обратно. Ужасная дорога делает этот путь очень долгим и крайне неудобным. Дорога отвратительная. На автобусе ты будешь целый день крутиться, не знать, куда себя деть, да еще по холоду, допустим, зимой, то вообще день. Зная проблему пенсионеров, в Ощадбанке нашли решение. В населенный пункт каждый вторник приезжает мобильное подразделение. Мобильное отделение на базе автомобилокрас надает полный спектр банковских послуг. Если на початку мы сделали акцент на обслуговании клиентов на линии размежевания, то на сегодня мы дополнили перелик населенных пунктов. Мы охопили Щастинский район. Мобильное отделение Ощадбанка приезжает по графику и работает в определенном населенном пункте весь день. Некоторое время автомобиль был в ремонте, поэтому несколько недель в рейс не выезжал. Перечень сел и поселкова, также в какой день и где ждать банк на колесах, можно увидеть на сайтах Ощадбанка или облгосадминистрации. Люди ждут, они и пенсию хотят снять, и коммунальные платежи хотят заплатить. Также, может, у кого есть еще вопросы, какие по карткам или какие-то консультации нужно дать. Как только мобильное подразделение приехало в трехизбинку, возле бронированного автомобиля сразу выстроилась очередь. Мы же не можем выехать совсем, ну, в другой город ехать, это очень дорого. И дорога плохая, а банкомат нам обязательно нужен, нам без него никак нельзя в селе. В север Донецк, если ехать, 110 в одну сторону получается. И назад 110, ну, это сколько денег теряют, конечно. С этого года Ощадбанк расширяет географию населенных пунктов, где будет курсировать мобильное подразделение. В эту пятницу бронированный КРАС впервые отправился в поселок Краснореченское Сватовского района. Валерий Бакус, Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Новости Украины. Медикам достойную зарплату. Кабинет министров принял постановление о повышении оплаты труда медработникам. Его действия распространяются на все государственные и коммунальные учреждения здравоохранения, а также на предприятия, заключившие договоры с Национальной службой здоровья Украины. Какой будет заработная плата у медицинского персонала в этом году и как отреагировали на эту новость, сами медики, узнавали наши корреспонденты. Дмитрий – ортопед-травматолог с трехлетним стажем и зарплатой в 7,5 тысяч гривен. Говорит, за день может принять более сотни пациентов. Работа изматывает. Новость о том, что зарплату повысят, Дмитрия обрадовала. Он уверен, таким образом появится дополнительная мотивация работать в Украине и не искать возможности для профессиональной реализации за рубежом. Согласно решению Кабмина, врачам за исключением интернов с января установлена минимальная зарплата в размере 20 тысяч гривен. Специалисты с начальным уровнем высшего медицинского образования и бакалавры будут получать 13,5. За результатами пролюкованной выпадки и всех финансовых звездов, каждый заклад охраны здоровья отримает соответствующий финансовый ресурс. Проте, чергово подкреслю, что в программе медичных гарантий закладен дополнительный финансовый ресурс, который будет скерован на подвышенный заработный плат медичным работникам. Медикам, работающим не полный день или неделю, оплата труда будет производиться пропорционально отработанному времени. Новая заработная плата будет состоять не только из должностного оклада. В нее будут входить надбавки, доплаты и премии за престижность труда. Объемы дополнительных выплат устанавливаются непосредственно руководителям медучреждения. Такое решение Кабмина поддерживают не только медики. Кабмина, руководитель медик, а потом все остальное. Все мают зарплату, а медики очень маленькие мают зарплату, как на меня. Я считаю, что это правильно и очень правильно. Варто было им еще раньше увеличить заработную платную, потому что все-таки они рискуют. Сейчас такая же ситуация у света, что ковид, и они так же рискуют своим здоровьем. Это же не секрет, что у нас в Украине они очень мало зарплатят. И поэтому, если им собираются увеличить, то это хорошо. В этом году бюджет сферы здравоохранения составляет 232 миллиарда гривен. На программу медгарантии предусмотрено 157,3 миллиарда гривен, что почти на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов. Новости Украины. Подпишитесь на телеграм-канал нашего канала и будьте в курсе самых важных событий Украины и мира. Адрес телеграм-канала и других интернет-платформ доступны прямо сейчас на ваших экранах. И помните про вакцинацию. Это безопасно и эффективно. Берегите себя, свой дом, Украину.